привет ну чё короче поговорим про вот эту палку медиатор возьму собственно ESP LTD EC256 я этот это название выучил за несколько месяцев поисков собственно долго очень охотился за этим экземпляром не скажу что прямо этого цвета но оказалось что купить ее сейчас почему-то очень сложно вот разбирают как пирожки очень популярная модель вот владею я ей как бы пару дней успел поиграться скажу что эйфория прошла ну вот косяки вылезли вот ну как бы их меньше чем плюсов начнем с плюсов то что как бы гитара геометрически верна геометрически она похожа на гитару прекрасно собран инструмент понравились высокие лады вроде как из нержавейки что будут служить верой и правдой очень долго вот очень понравилось то что это переиздание 2020 вроде года что дизайнеры ESP переделали наконец-то маркер на двенадцатом ладу раньше стояла здесь такой убогий прямоугольник с надписью модели ну там на лтдшках ну и по-моему на ESP тоже такое было очень вид портил и всю концепцию как бы теперь здесь такой же флажок как на всех остальных по моему стало прям все как надо стало вот ну и собственно если издалека начать то вот про форму вот эту что-то как бы вот вспоминая было мне лет 18 наверное я очень сильно болел вот этим вот всем всеми этими гитарами но я прям терпеть не мог короче вот эту форму форму символ кат дабл кат до сих пор не люблю мне не нравились вот эти лесполы гибсона я считал что это прям дедушкин гитар и прям что это нифига не круто и совсем не металл но как оказалось это как оливки или как звук саксофона что к этому нужно дорасти ну в моем случае например вот теперь я прям не знаю мне очень нравятся вот эти формы особенно мне нравится как переработали ее как раз компании ESP то что гибсон судится даже по поводу всех кто копирует его форму форму головы и собственно остальной гитары вот мне очень нравится как они переделали перепрочли я сказал вот вот эти все сопряжение как их еще обозвать то есть она как-то поэлегантнее все таки стала выглядеть ну и плюс огромное спасибо что сделали вырез вот здесь чтобы был доступ до последних ладов и вот этого зиккурата теперь почти нет то есть все стало как-то все поглажей поудобней вот ну вырез здесь добавили и она стала тоньше и легче как бы очень хорошо а ну и валюта башка не отломалась но как-то на ней по приятнее палец на нее положил такой и там можно что-то там выковыривать как-то она добавляет тактильности так сказать вот как она сделана это просто бомба прям настолько круто я прям давно таких гитару как не держал и как бы это считается бюджетная гитара но тут как бы я бы поспорил не знаю для кого бюджетная такая гитара вот это бюджетная гитара а вот это это уже полноценный инструмент и собственно как бы откладывая завтраков вот такую гитару можно и не купить собственно сейчас она стоит в официальном магазине сейчас 21 год 43 тысячи рублей она на официальном сайте стоит я купил и конечно дешевле купил ее с рук она настолько был что как бы что она вообще новая чувак я так понял купил и на ней особо вообще не играл потому что здесь стояли родные струны с завода и по их изношенности видно было что он играл что-то в первых позициях тут ну видимо аккорды перебирал а суда не лазил вот здесь все еще ржавые были ну как бы делаю каждого кто как это кто как любит там и играет как бы я уж тоже особо не молодею по грифу бегать вот про по грифу бегать про минусы гриф прекрасен по сравнению с прошлым лисполом он он тонкий мне это как бы всегда радовало в гитарах что это прям очень играбельная штука такая плюс еще лады высокие казалось бы что она должна прям выстреливать каждую ноту что можно играть одной рукой допустим прям как на на пианино на синтезаторе о чем кстати я и смотрел в обзорах вот как-то было для меня немножко обескуражен я был немножко то что гитара позиционировалась как шреддер прям для поливания потом поливал а вот такое там мясо порубить какое-то и ну и она универсальная такая типа что можно было там и джазец какой-нибудь на рулить тут еще и отсечка есть ну прям красота но как бы вот именно во первых хотелось бы чет там это пополивать ябка вы не скажу что я прям умелец но как бы это хотелось опять же как бы есть чем сравнить то есть да например как бы чем в неко выдачи собственно как бы я к ней еще не привык потому что я расслабился можно так сказать здесь прям надо каждую ноту прям выковыривать короче аж тебе надо прям бить короче чтобы она зазвучала вот это как-то очень не знаю это не сложилось с моим вас восприятием как я ее ожидал увидеть по обзорам я думал приедет и там будет там будет ну пипец там моща там будет аж вытекать из датчиков собственно включим другую гитару ну тут прям тут она вообще прям сама играет понятно дело понятное дело что замененные датчики помощнее китайские датчики спасибо алиэкспресс русский китаец братья навек это огромное спасибо ничего про них плохого не скажу мне они очень нравятся здесь наверное я тоже буду менять потому что как бы ну каждый настраивает гитару под себя а здесь огромное поле для экспериментов собственно по некому датчику мы прошлись ну там отсечки и все такое чистый звук не ну не знаю смысл есть в этом показывать ну не такой уж он не чистый да в плане меня там переключать надо ну мы как бы да не для этого сегодня нас интересует мясо ну собственно бриджевый датчик как то я ожидал тоже немножко другого ну 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот все, рычит, все как надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, очень кажется, что... Ну, не кажется, так и есть, видимо. Здесь задрано прям гурб на верхней середине по частоткам на этом датчике. Он мощный, все вроде как ничего, прям выдает, выхлоп хороший. Ну, зачем? Зачем такая частота? Звук очень похож на... Он похож на звук рабочего, малого барабана на Сентейнджер альбоме в Металлике. Какое-то такое вот. Ну, тоже немножко отдает это, в Чилдронов Бодом, вот крайние альбомы, где он прям такой, как какой-то, я помню, журналист про них писал, этот гитарный звук похож на то, как нож прокалывает тебя между ребер, что-то такое вот, короче. Ну, прям такой яд какой-то. Не скажу, что плохой, но как-то, не знаю, на любителя. Мне после прошлого Лиспола, вот этот белый мой, который, там меня, в принципе, все устраивало. Мне его пришлось продать, чтобы купить вот этот. Ну, и, собственно, там был какой-то такой датчик, я не знаю, он более богатый, что ли, звук у него был. Я ставил туда и другие, все такое. Я вернулся к стоковому варианту. Это какой-то японец, Custom Shop, короче. В смысле, это не Гибсон, там, понятное дело. Из 90-х годов, как эта очень старая фалка, тоже полностью вся из краснухи, вот. Но настолько, как бы, музыкальный такой звук у него, просто песня, короче. Вот, ну, я его продал. Благо, недалеко, как бы, и я буду знать, что инструмент в хороших руках и будет работать, а не просто стоять. Вот, и, как бы, сравнивая вот с этим, ну, это чисто датчик, я так предполагаю, что, если поменять датчик на что-нибудь более широкополосное, то будет побогаче звук и больше мяса. Потому что здесь он какой-то, короче, прям ядовитый получился. И понятно, что он будет прорезать, и его слышно будет в любом миксе, но не знаю, что будет. Было такое впечатление, первое, то есть, настройки у меня были старые. Я эту гитару воткнул, и как будто я забыл выключить вау-педаль. Вот он такой, прям, горб у него. Не знаю, кто это придумал. Очень как-то это интересно. То есть, там, как бы, нормальные стоят динамики. Тут 30-ка, винтаж, и совместно с 70-80, как бы, у них нормальный звук. Никаких вот этих вот. Собственно, на других гитарах такого не было. Ну, собственно, будем менять. Вот. Эти датчики, как бы, я оставлю. Если вдруг, надумаю, продавать ее дальше, там, и любители оригинала скажут, типа, вот, хочу все, как было. Все это можно будет вернуть. Ну, а так, как бы, инструмент очень, очень неплохой. Вот. Я, конечно, заглядывался на... Это, как бы, про цены образования. Не образование, а, в смысле, вообще про цену. Приглядывался я к китайским подделкам. Ну, что-то как-то, даже по фотографиям, как-то совсем не то пальто. Что-то даже, даже... Они дешевле. Ну, почти в два раза. Ну, как-то вроде они... Чисто по изготовлению они вообще не дотягивают. Вот. Этот прям просто приятно в руках держать, смотреть на него, снимать в видео, в клипах, там, не знаю, прям огонь балка вообще. Не хочется из рук упускать. Ну, вот, собственно, еще осталось ее до ума довести. И прям будет просто пушка. Просто пушка. Так что, вот так, вот такая вот, короче, гитара. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.